В гостях сегодня, как мы вас с утра и предупреждали уже, владелец телеканала ФЛНТ и ТВ5, председатель политического движения «За лучшую Латвию» Андрей Экис. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну у нас программа актуальных каких-то событий и обсуждений, и мы выясняем у наших гостей их взгляды на нашу жизнь. Как вам сегодня жизнь в Латвии? Ну как? Начнем от большого к маленькому. Нет, я всегда оптимист, мне все нравится, мне есть некоторые вещи, которые мне нравятся, но философически мы очень счастливые люди. Мы в смысле это кто? Мы, которые живем в Латвии, просто мы немножко в этой ситуации, не в том смысле, что запутались, но очень многие люди до сих пор живут в социалистической республике Латвии, а они уже независимые Латвии в том смысле. Все чего-то ждут, а сам ничего не делают, чтобы это было бы лучше. Сегодня что-то многие говорят о социализме и о коммунизме. Сегодня утром Груздов пугал всех, что коммунизм в Латвии наступит. Сейчас господин Экис пришел и тоже о возвращении социализма заговорил. Да, не в том смысле, просто от Советского Союза мы наследовали то, что мы живем как будто бюджет где-то в космосе делается, и не людьми платится. Разве не так? Нет, ну почему бюджет, ну все говорят, почему не это, почему не это, а сами выбирают людей, которые никакого смысла не имеют, как делать бюджет, или как зарабатывать деньги и так далее. Ну вы сами заговорили о выборах, я вас не вынуждала пока что. Конечно, я не боюсь этого. А вы вот когда это все, вы остаетесь лидером этого движения «За лучшую Латвию», на каком там сейчас все этапе, как-то вот все непонятно? Ну очень просто. Когда я согласился стать этим лидером этого движения. Долго уговаривали, кстати, вас? Нет, потому что я всегда, например, очень много людей, когда я этим стал, подходит, о, Андрей, ты такой нормальный, а ты в политику пошел сейчас. Я говорю, я не иду в политику, я в движении, я так далее, и так далее. И потом, ну все как будто на меня смотрели, знаешь, так косо. А я подумал так, ну как, все же сейчас говорят, что все плохо, политики кретины, все плохо, а что ты сам делаешь? Да, и я хотел через телевидение сформулировать национальные интересы. Не национальные, в смысле, а национальные, как американские национальные интересы, или российские национальные интересы Латвии. И мы сформулировали. Конечно, это может быть... Но это вы имеете в виду ваши марафоны, которые проводились в предвыборное время? Да, да. Там вы говорили, что слушатели должны помочь сформулировать эти национальные интересы. И что там вышло? А национальные интересы, я как бы получил, что я для себя сформулировал, как будто правительству это не нужно. А вы понимаете, что здесь очень большая разница. Многие ругают Латвию как государство, но это же неправильно. Латвия, ну, почему мы плохо... Зачем нам нужна Латвия? Латвия ничем не виновата. Это географическое место, где мы живем. А вот, а надо ругать правительство или, ну, например, людей, которые в данном этапе, ну, руководят Латвией. Я из бизнеса, я хотел сформулировать. Ну, смотрите, если у нас Бог дал такое географическое положение, за которое когда-то Швеция была, Польша была, русские были, или было, ну, немцы, тут бароны были. Ну, кого-то только не было, да. Да, кого-то не было, значит, в этом пяточке земли есть какой-то кайф. Ну, что-то есть. И я не понимаю, почему у нас только 2 миллиона тут жителей, 2-100. А почему мы бедные? Значит, где-то что-то не так. Я понимаю, что мы живем в этой стране, как будто она не принадлежит нам. Ну, например, если я хозяин, я прихожу, сразу смотрю, что у меня есть, что в балансе, значит, география, значит, отлично. Посмотрите, как немец Флык, в хорошем этом смысле, развил Аэрбалтик с Шлессерсом, ну, местным, да. Ну, почему? Ну, мне гордость берет, что 84, ну, мы захватили, что мы уже захвативаем часть рынка Швеции и Финляндии. Ну, смотрите, куда только не летит. Значит, если хочет, может. Это другое мышление. А у нас есть, у латышей вообще это такое, ну, мышление, что обороняться. Некоторым латышам, например, граница Латвии уже за Огрой. Ну, Латгалии даже нету, ну, в Латвии, да. Это вообще-то ужасно. Ну, например, есть некоторые националисты, которые, ну, может быть, дом весь мир и так далее. Я думаю, что мы живем уже в таком мире, что мы не должны обороняться, мы должны наступать. Ну, в философском, то есть выбрал какое-то маленькое направление, где ты можешь быть лучше, чем соседи, и это наставление, ну, это и развивать. Ну, вот, то есть национальные интересы Латвии, коротко. Да, это, ну, мы в этих передачах формулировали их, ну, в сельскохозяйстве, ну, не в сельскохозяйстве, но, ну, в народном, ну, как себе сказать, народном... Духе? Нет, не в новом смысле это слово, не сразу. Приоритеты, ну, например, в сельскохозяйстве есть первый национальный интерес, это чтобы мы получали из Европы столько, сколько Европа платит своим, и чтобы налогами стимулировать производство, а не, ну, не продажу продуктов. Например, в рыбном хозяйстве. Если мы живем у моря, мы тоже должны получать те же самые квоты, и, как при Советском Союзе, мы должны иметь самые богатые флоты, и под единым брендом Ригас, Шпроты или чего-то такого, все это развивать, ну, бренд развивать в мире. Например, мы смотрим, что, я когда-то сам изучил в сельском хозяйстве, например, Латвия находится в такой зеленой полосе, что мы можем очень много молока, ну, молока производить. И смотрите, эти все арабы и так далее, мы знаем, что через 50 лет уже не будет так много что кушать, уже 6 миллиардов, скоро будет 7 миллиардов людей. Это может развивать. И там есть, нет, конечно, этой добавленной стоимости большой, но ничего. Значит, с транзитом. Если мы уже в таком смысле в транзите в самом центре есть, я думаю, что мы должны стать самым большим транзитным центром в Северной Европе. Ну, почему нет? Если смотрим, что, посмотрите, как только Фликс начал работать, 84 направления, и у нас есть три порта, что у Ленинграда есть только один, Санкт-Петербург, да, я смотрю, в Финляндии там вообще ничего нету, в Литве только один, что, почему мы не можем быть таким же большим, как Роттердам и так далее, только надо с Китаем, ну, например, начинать дружить, что Китай скоро будет так много производить всего, что ему нужно будет порты через куда все... Завалит, засыпет и завалит продукцию. Да, спокойно, так что я, например, смотрите, ладно, еще, деревесная промышленность, если бюджет Латвии сколько там, миллиардов, да, то одна шестая часть, ну, мне кажется, пять или шесть, то одна шестая часть, это просто древесная промышленность, то есть... Деревообрабатывающая. Деревообрабатывающая. Почему нельзя институты делать с тем, чтобы добавленную стоимость, чтобы мебель, ну, как ИК. Ну, вы вот эти вопросы задаете, вы их кому задаете, вот почему нельзя делать, почему нельзя иметь? Я делал одну интересную вещь. Мы с людьми, которые были в студии, сформулировали эти вопросы и отдавали, чтобы, ну, дальше, ну, так сказать, народ, или как там сказать... Народ на них отвечал. Нет, не отвечал, а понимал. Ну, во всяком случае, обсуждал, да? Да, обсуждал, почему это и так далее. И фактически у президента уже сколько... у всех президентов подряд была эта инициативная группа, которая думает о промышленных направлениях, куда развиваться. Ну, это такие, как сказать, номинальные такие штуки. Но у нас же есть там стратегического анализа комиссии. Ну, я издеваюсь над ними, я ни одного документа не видел, кроме такого бла-бла-бла. Они сказали, что мы будем жить до 100 лет, и вообще у нас все звучит в перспективе. Да, но я из бизнеса, и мне это в жизни помогло. В бизнесе очень просто. Ты находишь, где твоя сильная сторона, сфокусируешься на нее и развиваешь. И я утверждаю, как только все 2,100 миллионов людей, которые здесь живут, поймут, что эта частица Латвии, ну, если так подумаем, СИА, Латвийская Република, прилежит 1-2 миллионная часть у него, мы можем зажить. А сейчас есть такое немножко... Ну, это как в многоквартирном доме. Абсолютно. Потому что, ну, сам у себя и квартиру сделал, а там нагадил в лестничной клетке. Это уже не мое. Да, это не мое. А как только это... Я не знаю, как это пошло. Почему у эстонцев на этом смысле лучше... А что все вот на эстонцев все время кивают? Что они умнее? Я думаю, я этот вопрос тоже изучал. Я смотрел, у них такая штука, что они тысячу лет назад жили как будто больше на севере. А в севере так, если ты ренегат, ну, в каком-то смысле, да, ну, вот группа живет людей, и ты вот что-то не делаешь, как нормально. Тебя выгоняют из общества, и ты один умираешь просто, потому что там нечего... обрабатывать землю и так далее, ты не можешь добить уже себя мясо и так далее. А в Латвии это однохуторное государство, да, в таком смысле, что каждый типа за себя. Но в Первой Республике, там сначала тоже было в 18-м году так, но потом, как только ты... Ну, например, один пример. Школа. Как вы думаете, кто сейчас... Ну, мой сын учится в очень хорошей школе. Ну, это в Типсел, это, ну, как это, международная школа. Я посмотрел, где есть разница. Ну, разница есть та, что надо платить, конечно, много денег. Но вторая разница. Человек, родитель в нашей, ну, в нормальной школе, да, не может отпустить директора, если что-то не нравится. Уволить, в смысле, да? Уволить, да. Почему? Ну, смотри, мои старшие сыновья учились в одной школе в Риге, да. И я каждое утро, ну, когда их провожал, я смотрел, старшеклассники стоят у двери школы и курят. Я ничего не мог сделать, потому что директор боился только чиновника Министерства образования. Это единственное, которого директор школы боится. Это когда было, вы сказали? Ну, сейчас, до сих пор, до сих пор. А в той школе, в Типсала, директор боится родителей, потому что родители один раз в год могут сойти, ну, вместе, да, и проголосовать, что им этот директор не нравится. То есть, кому ты, то есть, ну, кому ты, кому, кто начальник, кто кому заказывает музыку. Значит, в государственной школах заказывает музыку чиновник, значит, директор должен ему, так сказать, ну, как в мертвые думают. Ну, мы по такому принципу живем, конечно. Да. А в нормальных школах это коммуна сама сильная. Ну, то есть, мы, родители, хотим, чтобы нашим детям было самое лучшее образование. Значит, мы знаем, что требовать, так сказать. И там, в этой интернациональной школе, это английского образца, они по-другому. Например, тоже интересная штука в школе, я так удивлялся. Если маленький школьник не успевает в одном классе каком-то, ну, в предмете, ну, например, английский, его не оставляют на второй год. Почему все предметы на второй год, ну, оставлять? Или три предмета. Ну, да, то есть, он только английский. Он, да, он как будто продолжает учиться, а его только из этого английского, если он пятый класс, он его перебрасывает в четвертый класс. Когда он доучился, его обратно в пятый класс. Интересно. Да. И третье, самое интересное, помните, я помню, когда я шел в школу как родитель, мне говорили, ну, при всех родителей, ну, что, ну, хорошо, ну, мои сыновья там такие и такие. Ну, значит, такое обсуждение. Здесь по-другому. Ты на один-один с учителем и твой сын рядом. И сын рассказывает, что он учился. И тогда учитель в одном моменте говорит так. «Извините меня, родитель, мы не доучили ему эту, 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 но скоро все будет». То есть, ну, наоборот, учитель и школьник отчитываются мне, что они не научили моему сыну, ни наоборот. То есть, когда учитель говорит, ваш сын неуспеваемый, вам надо много работать дома, так далее, так далее. Ну, то есть, как в сервисе, когда ты сдал машину, тебе же говорят, мы проверили вашу машину, у вас не в порядке это-это, мы это сделаем. Ну, вот там вот есть эта мысль о ней.